Всем привет! С вами канал Еда на любой вкус. Сегодня мы готовим очень вкусные котлеты, которые называются гречаники. Основным ингредиентом этих котлет является гречневая каша. Ну а же к ней можно добавлять и мясо, и птицу, и овощи, даже грибы. В общем, все, что вы найдете у себя в холодильнике. Кстати, это отличный способ использовать оставшуюся гречневую кашу, которую вы сварили достаточно много и не успели съесть. Кстати, можно приготовить как обычные котлеты, так и потушить их в соусе. Тоже получится очень вкусно. Итак, давайте посмотрим, что нам понадобится. Мясной фарш 300 г, отварная гречка 100 г, 1 куриное яйцо, соль, черный молотый перец по вкусу, также нам понадобится 1 хлебчатый лук, зубчик чеснока, сухари либо мука для панировки и растительное масло для обжарки. В отдельную чашку помещаем фарш, натираем на мелкой терке зубчик чеснока, натирая лук на крупной терке. Также лук можно пропустить через мясорубку. Добавляем фарш вместе с получившимся соком. Солим по вкусу. Добавляем молотый перец. Теперь мы добавим уже готовую гречку. Вы ее также можете приготовить сами. Для этого нам понадобится ее перебрать, несколько раз промыть холодной водой, затем залить водой в соотношении 1 к 2, то есть 1 часть гречки и 2 части воды. После закипания мы убавляем нагрев до минимального и варим гречку под закрытой крышкой с течением 20-25 минут до полного испарения воды. Затем гречку следует немножко остудить, и она готова. Теперь мы сюда разбиваем одно куриное яйцо. Перемешиваем до однородного состояния. Пропорции гречки и остальных ингредиентов вы можете брать по своему вкусу. Добавить больше гречки, меньше фарша. Можно также сюда добавить еще грибы. Если фарш у вас достаточно сухой, сюда также можно добавить холодной воды. Для того, чтобы котлеты успевали у нас равномерно прожариваться, мы их сначала подготовим, чтобы они все были у нас готовы и можно было их единовременно обжаривать в растительном масле. Доску слегка присыпаем мукой. Берем фарш и формируем котлету. Размеры котлет уже делайте по своему вкусу. И подготовленные котлетки выкладываем на доску. Я использую для этого столовую ложку, чтобы котлетки получались одинакового размера. Теперь в разогретую сковороду наливаем растительное масло. После того, как масло разогрелось, добавляем огонь чуть меньше среднего. Панируем котлеты в муке и обжариваем их. С помощью двух вилочек переворачиваем. Жарим котлеты до готовности. Если вы собираетесь котлеты еще протушить дополнительно в соусе, то их достаточно будет до румяного цвета обжарить с двух сторон. Затем их тушим в соусе 20 минут. Они полностью тогда приготовятся. Но если вы жарите их как котлеты, то на минимальном огне до полной готовности. Обязательно выкладываем котлеты на бумажное полотенце либо салфетки, чтобы впитать остатки масла. Вот такие красивые гречанинки у нас получились. Они совершенно не жирные, так как остатки масла полностью впитались в бумажные салфетки. На горле лучше всего подойдет толченый картофель либо макароны. Ну а с вами был канал Еда на любой вкус. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Не забудьте поделиться рецептом с друзьями. Пишите ваши комментарии. И до скорой встречи. Пока!